Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного, Хадисом Ван Басви, Иман Джафар Садык, да будет мир с ним, сказал Аун Ван, знание не приобретается обучением, а это свет, который ставит Всевышний и Всеблагой Аллах в сердце каждого, кого он пожелает повести по истинному пути. Так если ты жаждешь знания, сего, то вначале, потребуй от души своей сути рабства, учись для того, чтобы соблюдать, выполнять и воплощать в жизнь свои знания, и проси понимания у Аллаха и он даст тебе понимание. Ун Ван Басви спрашивает, что значит суть рабства, Иман да будет мир с ним, отвечает она заключается в трех вещах. Первое, чтобы раб не видел для себя в том, в чем наделил его Аллах, своего, имущества, то есть раб не должен считать себя владельцем чего-либо, так как у раба не бывает имущества. Все имущества, которым наделил его Всевышний, он считает владением Аллаха и распоряжается им так, как указал ему Аллах. Второе, раб не должен принимать для себя, никаких, мер. Третье, вся его занятость заключается в том, что указал или запретил Аллах. То есть он выполняет указы своего владыки и отказывается от совершения запретного им, а также призывает исполнять его указы и удерживает других от совершения зла. Если не будет видеть раб для себя в том, в чем наделил его Всевышний Аллах имущество, расходование, на пути Аллаха, станет для него легким, и он будет расходовать, там, где указал ему Аллах расходовать. Если поручит раб свои решения и принятие мер своему Господу, тогда беды и невзгоды мира станут для него легкими. Если все занятия раба будут заключаться лишь в том, на что указал или запретил Всевышний Аллах, он не будет находить свободного времени, досуга для притворств и гордости перед людьми. Если почтит, даст, Аллах рабу эти три, качество, мир, сей, сатана и люди станут для него легкими, он не будет желать мира, всего, для приумножения, собственности и для того, чтобы гордиться им, он не будет искать величия и достоинства среди людей, не будет проводить свои дни напрасно. Так все, это, лишь, первая стадия богобоязненности. Всевышний и Всеблагой Аллах сказал, и тот мир последний а-ля Хират, мы установили для тех, кто не хочет возвеличиться на земле и не хочет разврата, и удел Благой Исход, для богобоязненных. Ун Ван Басли в это время говорит имаму, да будет мир с ним. Посоветуй мне и завещай, имам, да будет мир с ним. Ответил, я завещаю тебе девять вещей и это мой завет для миридов на пути к Всевышнему Аллаху. Три из них о воспитании души, три о терпении, три о знании, выучи их и будь осторожен по отношению к ним, не будь халатным в исполнении их. Те, что касаются воспитания души, не ешь то, к чему нет у тебя аппетита, иначе это приведет к тупости и бестолковости. Ешь только тогда, когда проголодаешься. И если ешь, то ешь дозволенная халяль, и поминай Аллаха. Вспоминай хадис посланника Аллаха, да благословит Аллах его и род его. Не наполнил человек сосуд хуже своего желудка. Если ты стал есть, то оставь, треть для еды, треть для питья и треть для дыхания. Те, что касаются терпения. Кто скажет тебе, если скажешь одно, то услышишь десять, то скажи, если скажешь десять и одного не услышишь. Если кто-либо поругает тебя, скажи ему, если ты прав в том, что говоришь, тогда я прошу Аллаха, чтобы он простил меня, если ты лжешь в том, что говоришь, то Аллаха я прошу простить тебя. И кто пообещает тебе худого и неприличного, ты ему пообещай доброжелательности и благосклонности. Те, что касаются знания. Спрашиваю ученых, и знающих, все то, чего не знаешь, но не спрашиваю у них для испытания и доставления беспокойства. Ни в коем случае не делай что-либо на основании своего, личного, мнения, и предостерегайся во всем, в чем находишь ты путь предостережения. Избегай вынесения фитвы так, как ты избегаешь льва, и не превращай свою шею в мост для, прохождения, людей, в судный день. Субтитры создавал DimaTorzok